Сергей Олегович, я предлагаю обсудить парад на 9 мая, говорят военные обозреватели, парад победы в Москве в 2024 году оказался еще скромнее, чем год назад по численности военной техники, он вообще поставил такой антирекорд в истории современной России. Ну и второй год подряд выкатывают на парад 80-летний танк, который идет во главе колонны. Впервые принимали участие оккупанты, воюющие в Украине, и кроме того в небе пролетело 15 боевых самолетов, это тоже самая малочисленная авиационная группа. Сергей Олегович, следили ли вы за этим парадом, какое у вас впечатление? Да, конечно, я смотрел за этим парадом, естественно, потому что мало событий вообще в России происходит, в Москве, ну а тут три дня подряд чего-то там, снег выпал, да, вот это вот интересно все было, да, смотреть, как они там, значит, ходят в зимних пальто в мае месяце, вот это было очень плохое предзнаменовение для Путина. Вот, ну, то, что самолеты пролетели, это все-таки лучше, когда их не было вообще, потому что два года подряд не было вообще воздушного парада, а тут все-таки решились, значит, на звено истребителей и звено штурмовиков. Вот, во всем остальном это понятно, что это все неинтересные действия, потому что, строго говоря, страна, которая ведет войну, не устраивает парадов. Это глупо устраивать парады, когда у тебя проигрыш на фронте, вот, потому что на самом деле парады – это занятие для армии в момент мирного времени. В военное время подарок парадов не делают, потому что, во-первых, прежде всего, вот почему не было, например, танков? Потому что люди, которые на фронте, им нужны танки на фронте, поэтому, если вы пропустите танки для того, чтобы показать, какая у вас огневая мощь, люди, которые сидят в окопах, у которых не хватает танков, у них там уничтожено огромное количество танков за эту войну российских. Вот, и поэтому Путин не может никакую технику пустить. И, обратите внимание, даже, вот самое главное по технике, он постоянно всех пугает ядерным оружием. И, в частности, он говорит нам про не тактическое, про тактическое ядерное оружие, не стратегическое ядерное оружие. Ну, казалось бы, чтобы попугать мир, ты должен показать свою реальную стратегическую и тактическую ядерную мощь. Вот, ядерное оружие можно было пустить, там, я не знаю, 25 комплексов, там, я не знаю, вот как Ким Чен Ын делает, а до него его папа, а до него его дедушка. Вот, но Путин пустил явсы, а явсы – это старые переделанные советские тополи. А где сармат это? Вот, если бы Путин взял бы и показал бы нам 50 сарматов, да, которых якобы там напечатали за последнее время, которые стоят на боевом дежурстве, новые ракеты, суперсовременные, супермощные и так далее. Нету, ни одного сармата нам не показали, вообще, никогда в жизни, да, а это значит, их нету. И вот такой парад, вы знаете, есть еще одна вещь, которую нельзя делать. Ты либо делаешь парад, чтобы показать свою мощь, либо не делаешь парад вообще. А вот то, что сделал Путин, это вообще, да, то есть этого не надо было делать вообще. Потому что все, что ни возьми, все плохо, да, потому что если к тебе приезжают иностранные гости, которых ты, ну, уважаешь, ценишь, там, и так далее, то это одно. Но когда к тебе приезжают люди, твои бассалы, которые от тебя зависят экономически, то есть Центральная Азия и Беларусь, это вообще не считается. То есть их никто не рассматривает в Российской Федерации как иностранцев. Да, их всех рассматривают как довески, советские довески к Российской Федерации. Не приехал Пашинян. Вот это Димаш по сравнению с прошлым годом. В прошлом году Пашинян был, в этом году Пашинян не приехал. Причем он был в Москве накануне. Он приезжал на десятилетие Еврозес. Кстати, по этому поводу вот надо отметить, что Путин сказал, что вот мы встречаемся, потому что отмечаем десятилетие Еврозес. Вообще-то Путин суеверный человек и в России суеверный. Считается, что нельзя праздновать дни образования чего-то и дни рождения заранее до наступления даты. Вот после наступления даты можно, через день, через два, через неделю, это не страшно. А вот до нет, иначе сглазишь. Так вот я вам напомню, что договор Еврозес был подписан 29 мая. Соответственно, 2014 года, 29 мая. А Путин собрал своих этих самых сателлитов праздновать десятилетие 8 мая. То есть за 21 день, за три недели до срока. И таким образом он, возможно, по их суевериям, вбил осиновый кол в это практически несуществующее экономическое объединение. Вот, потому что он стал праздновать за три недели до реального десятилетия. И вот Пашинян, который на него приехал, почему он праздновал этот Еврозес именно 8 мая? Да потому что он должен был уверен, что к нему кто-то приедет в Москву. Потому что он говорил, что вот давайте мы это самое отпразднуем, а дальше там парад. Вот видите, у нас тут несколько этих самых событий. Вот. И это было специально для этого сделано. Потому что вот на 29 мая они могли вообще не приехать туда. И на парад могли не приехать. А тут, значит, два события. Но Пашинян все-таки приехал на Еврозес 8, а потом сказал, я уезжаю. И больше того, накануне 9 мая Пашинян еще объявил Путину, что Армения не просто приостановила, как раньше, членство ВДКБ, но и прекращает финансирование этой организации. То есть он ему преподнес подарочки, те еще. Вот. Дальше у Путина среди настоящих иностранных гостей, то есть дальнего зарубежья, были кто? Лаос, Куба и Гвинея-Бесау. Лаос, Куба и Гвинея-Бесау. Лаос, Куба и Гвинея-Бесау. Да. А Си Цзиньпинь, председатель КНР, которого Путин считает вообще самым главным своим партнером. Китай так не считает в отношении Российской Федерации. Но у Путина важнее сейчас партнера иностранного нет. Так вот, Си Цзиньпинь сделал димарш в это время, международный, геополитический. Он поехал не к Путину, а он поехал во Францию, к Макрону сначала, с 5 по 7 число. А потом он поехал в Сербию, а потом он поехал в Венгрию. Чтобы показать Путину, что пока тот Путин устраивает в Москве несуществующие военные парады и гордится своей несуществующей ядерной мощью, Китай за его спиной отнимает у него его же сателлитов, а именно венгров и этих самых сербов. Потому что у Китая, надо понять, что для Си Цзиньпиня очень важна история с шелковым путем из Азии, из Китая в Европу. И Сербия и Словакия играют здесь довольно значительную роль, потому что через них проходят пути, а не через Российскую Федерацию. Через Российскую Федерацию решено минимальное количество грузов пропускать, потому что она находится под санкциями, туда прилетают дроны украинские, там действуют партизаны в западной части. Так что Российская Федерация перестала в этом смысле интересовать Китай. Так что вот видите, какие интересные штуки происходят тогда, когда Путин сидит на этом параде, и значит холодно, холодрыга, 0 градусов, дождь идет со снегом или мокрый снег идет. Значит, все солдатики вышли в летней форме, а там снег идет. Значит, этих самых бедных несчастных пенсионеров, каких-то 8-летних, которые, я вам напомню, людям, которым сейчас 80 лет, они на 17 лет моложе самого молодого человека, который мог в 1945 году служить в Красной Армии. То есть они являются никакими ветеранами. Ну вот для Путина нашли двух ветеранов, настоящих, да, потому что посадили одного 100-летнего, ему там в июле исполнится 101 год, если он доживет. Я думаю, что он не доживет, потому что они все наверняка схватили воспаление легких, пока сидели, значит, на морозе на этой трибуне. Вот сам Путин мог, кстати, подхватить воспаление легких, там, я не знаю, президенты каких-нибудь республик. Вот теперь будем смотреть, кто из них заболеет, будет отменять свои официальные встречи или, не дай бог, помрет. Вот, значит, и плюс, ну, вишенка на торте. Парад принимает министр обороны. ВО, ИО, исполняющий обязанности. Да, вот Шайгуни является министром обороны. А ему говорят, товарищ министр обороны, это нарушение Конституции, Российской Федерации по Конституции, это правительство ушло в отставку. Шайгу является товарищем, исполняющим обязанности министра обороны. К нему должны были обращаться так, товарищи, исполняющие обязанности президента обороны. Я специально вчера не появился, высказал на сайт Мишустина, у Мишустина написано, исполняющий обязанности премьер-министра. И, значит, Путин сам, в общем, не странный-странный мужик. К нему никто не приехал, а приехали странные люди. И у него правительства нету, и не министр обороны принимает парад, не президент Российской Федерации. То есть большего маразма. Ну и в заключение опять еще одна вишенка на торте. Холодно же, да? И у Путина потекли сопли, когда он 10 минут говорил свою речь. А Путин же вырос в подворотне, то есть его не научили ни мамой, ни папой, потому что они, говорят, не являются даже его ни мамой, ни папой, они являются просто приемными родителями, да там в одной из версий. Его не научили платочек иметь в кармашке. Что если у тебя соплики потекут, ты платочком вытаешь свои сопли, а он, значит, утирается рукой, значит, вытирается сопли рукой, потому что платка-то нету. Ну ладно, еще, может, ему не хотелось там сморкаться во время произнесения этой самой речи. Вот, ну ладно, он сел потом. Но когда он сидел, он тоже утирался рукой. Ну вот, понимаете, вот воспитание из подворотни. Человек, конечно, а потом, кстати, этой рукой он там здоровался со всеми. То есть, вот, я когда это дело посмотрел, я уже понял, что Путину теперь руку вообще нельзя подавать, потому что черт его знает, что он потом еще своей рукой делает. Может, он и после сортира руки не моет. И вот так же к нам выходит. Так что, в общем, конечно, это была ужасная совершенно вещь. Но для Путина это без разницы, потому что он в любом случае живет в своем астрале, и у него в этом астрале все нормально. То есть, он живет, он не понимает уже, он не имеет никакого внешнего взгляда на то, что происходит в Российской Федерации, и в Кремле, и с самим Путиным. Вот, поэтому, в общем, ну чего тут удивляться-то? Сергей Евгеньевич, ну, с другой стороны, Путин же использует этот парад как оправдание конфронтации с Западом, а сейчас как оправдание войны в Украине. То есть, как бы это выглядело, если бы Путин отказался от проведения парада, учитывая, что у него очень плохая ситуация с техникой, с танками, с старыми вообще их нет, они все убитые, они уже там растрощены на фронте. И что бы подумало окружение? То есть, это же, ну, как бы Путину надо показать свое величие, что он главный, что у него все под контролем. Если бы парада не было, значит, ситуация не под контролем. Ну, парада не было во время ковида. Не проводили во время ковида? Никаких проблем не было? В мире были проблемы, а тут только у Путина сейчас. Но парад не проводили, да? И опять же я вам говорю, что если бы он не стал проводить парад ни в 22-м году, ни в 23-м году, ни сегодня, это на самом деле никого бы не удивило. Вот если бы он перестал проводить эти парады, то это было бы понятно. Но с другой стороны, мы же понимаем, что он сам себя загнал в угол. Путин находится в тупике. Да, то есть проводить нельзя, потому что все будет плохо, а не проводить тоже нельзя, потому что тоже будет плохо, потому что начнутся говорить, что вот у Путина все плохо, поэтому он боится проводить парады. Вот, и поэтому, ну, с другой стороны, те же люди, которые разбираются в военных делах, они понимают, что этот парад вообще никого. То есть какие-то там, значит, пионеры, какие-то там росгвардейцы, какие-то там курсанты военных училищ, там же, ну, якобы пропустили одну боевую часть, значит, которая, значит, сводная боевая часть, которая пришла с СВО. Да, и все. Все остальное, никакой армии-то на этом параде нету. То есть парад для чего нужен? Для того, чтобы показать свою военную мощь. Ни для чего другого парад вообще не служит. А у тебя военная мощь, когда ты ведешь войну, она вся проявляется на войне, на фронте. Поэтому ни в одном нормальном государстве не проводят никаких парадов во время войны. Вся парад служит только для одной вещи, чтобы надуть щеки и показать свою военную мощь. Если ты ее не можешь показать на фронте, то смешно ее показывать в тылу. Кому она нужна в тылу, если у тебя на фронте ничего не получается? Кому нужны танки-арматы на Красной площади, если у тебя их нет на фронте? Если у тебя их нету. Кому нужны твои старые ракеты-ярсы? Если ты говоришь, что у тебя якобы стоят сарматы, а у тебя их нету. Если у тебя есть сарматы, покажи их. И ты покажешь свою военную мощь. Если ты ее не покажешь, значит у тебя их нету. У тебя их нету. Понимаете, это значит, ведь на парады советские всегда выводили самую современную военную технику. Потому что на парады военные советские приглашали военных атташе иностранных. И им показывали советскую мощь, им показывали, что вот у нас что стоит, что если что, если там, я не знаю, дернетесь, то вот вся эта бодяга полетит на вас и, так сказать, устроит вам что-нибудь такое. Вот для этого выстраивались советские парады. Поэтому там секретную технику выводили. Ту, которую там никогда не видели ничего. Потому что ее надо было показать. Нужно было доказать, что она есть. Доказать, что она может ехать, по крайней мере. То, что она не летает, это другое дело. Мы это не покажем. Потому что иначе надо было тогда поставить яс прямо на Красную площадь и с нее запустить этот яс. Ну, яс, опять же, это уже солье. Там не яс нужен был. Там сормат нужно было. Кинжал вот этот самый надо было запускать. Вот и еще что-нибудь в этом роде. То есть вообще это все, конечно, просто идиотизм. Но Путин находится в такой ловушке, из которой выкода никакого нет. Сергей Олегович, пресс-служба московского патриархата удалила пожелание патриарха Кирилла Путину оставаться у власти до скончания века 7 мая во время инаугурации в Благовещенском соборе Кремля патриарх Кирилл сказал следующее. Дай Бог, чтобы конец века и означал конец вашего пребывания во власти. У вас есть все для того, чтобы долго и успешно совершать это великое служение Родине. Однако в пресс-релизе на сайте московского патриархата уже цитата выглядит совсем иначе. Как вы думаете, почему удалили? Понравилось, не понравилось это Путину? Ну, во-первых, это не понравилось Путину, естественно. Во-вторых, это очень странная фраза. Сейчас на дворе 2024 год. Путину 71 лет, 71 год. Официально, да, 72 год идет. Значит, патриарх говорит, что вы оставались до конца века. Это чего? До конца 21 века это еще сколько там, 24, 100 минус 24, получается, 78. 72 плюс 78, получается, 150 лет, чтобы вы оставались до 150 лет. Так, это, если взять слово век просто в прямом значении, да, то есть, получается, что Кирюха заговорился и нес ахинею, что Путин жил до 150 лет и правил до 150 лет, еще 78 лет, да, то есть, уже сейчас говорят, что он там 24 года, это уже долго, а он еще, значит, если вот брать просто русский язык, слово век как обозначение времени и так далее, да, дальше до скончания века есть еще понятие такое, ну, расширительное, там, я не знаю, там, религиозное, это до конца света, до скончания веков, да, значит, если он говорит, что до скончания веков, а затем, чтобы ваше правление было окончанием, окончание века было окончанием вашего правления, то что говорит, это, Кирюха ему сказал, что устрою конец света, и будет конец и твоего правления, и конец веков, и конец жизни на земле, то есть, патриарх Кирилл сказал абсолютную ахинею, как с точки зрения русского языка, так и с точки зрения там, религии, вот, и, во-первых, Путину это не понравилось, и, во-вторых, это самому патриарху, то есть, людям вокруг патриарха, священному синону, ему сказали, Кирюха, ты чего меришь-то, ты чего тут несешь-то какую-то ахинею, ты за кого себя показал, и за кого вообще всю страну показал, и нашу православную церковь показал, что это не очень важно. Если мне, прости, сравнивали, кстати, вот это вступление и инаугурацию путинскую с коронацией, я вам всем покажу еще раз, что ничего общего с коронацией она не имеет, потому что, как раз, вот это напутствие, это было такое интимное напутствие патриарха, оно, кстати, соответствовало Конституции Российской Федерации, потому что по Конституции церковь отделена от государства, и вообще, я думал, что это не покажут, что просто они показали, как они вместе ушли, а дальше это интимное дело, интимное дело верующего человека якобы Путина, хотя он не является никаким верующим человеком, и патриарха Кирилла, который, кстати, не является ни христианином, ни верующим, ни православным, ничем, потому что человек, который призывает убивать братьев по вере в соседней стране братской, он не может нести высокое звание священника и верующего. Я думаю, что у них там будет интим, и его не покажутся. А когда его показали, вот, ну, это все-таки лучше, потому что, вообще-то коронация проходила в Успенском соборе. То есть, грубо говоря, вы выходите вот из патриарших, из-за граналитой палаты вниз на соборную площадь, и налево, наверное, надо было повернуть, чтобы попасть в большой собор, Успенский собор Московского Кремля, который один из самых старых соборов. Вот, все три собора, они старые, конечно, они такие, это первые каменные постройки в Кремле, все остальное, кстати, от Кремля ничего не осталось, там было все деревянное, все сгорело много раз. Вот, кстати, вот остались только палаты каменные, которые построили там где-то в 15 веке. Вот, а все, что было деревянное, оно все давным на дно сгорело, и в Москве вообще нет никаких раскопок, потому что максимум, что достают, это деревянные какие-то брусья. Вот, и, кстати, Московский Кремль, вот, чтобы люди понимали, как глубоко на самом деле все зашло в двоемыслие и в отсталости в российской. Московский Кремль строили итальянцы, русские не умели строить каменные дома, не умели, церкви не умели строить, потому что, ну, это очень сложное строительное дело, архитектурное дело, и поэтому Московский Кремль, там мы говорили, там расстрелили, там строил, строил и так далее, да, строили итальянцы. Московский Кремль похож, как две капли воды, на два итальянских Кремля, там я не буду заморачиваться вам названиями. Ну, то есть, в принципе, Российская Федерация с самого начала, даже с этих 15-16 веков, она тогда уже была зависима полностью от западной мысли и от западной архитектурного, от западной помощи. То есть импорт замещения у Российской Федерации получилось только тогда, когда они при Ельтине построили храм Христа Спасителя, восстановили якобы. Да, также, Сергей Олегович, впервые за 24 года Путин внес кандидатуру на премьер-министра спустя три дня после инаугурации. Говорят, что такое было последний раз в 2000-х годах, когда Путин внес через три дня Касьянова, и Госдума проголосовала только 17 мая тогда. Да, а с чем связана сейчас эта задержка? Может ли это говорить о том, что Путин был не уверен в этой кандидатуре, в кандидатуре Мишустина на должность премьер-министра? Или это с другим чем-то связано? Нет, здесь как раз все совершенно обычно, как обычно это и делается, потому что я вам напомню, что эта процедура вся прописана в Конституции. Там есть, значит, Путин должен в течение двух недель после инаугурации, после вступления в должности, выбрать себе премьер-министра. Дальше его должны утвердить в Государственной Думе. А дальше премьер-министра, которого утвердили в Государственной Думе, должен внести в Государственную Думу представление по своему правительству. И это он должен сделать в течение недели после своего, так сказать, утверждения или назначения. Вот и все. И поэтому, если вы посмотрите, Медведев в 2018 году, когда Путин переизбрался якобы, ну то есть снова вступил в должность, Медведев числился исполняющими обязанностями премьер-министра с 8 по 18 мая 2018 года. Вот и Путин точно так же было. То есть вот только у кого было, вот когда Медведев вступил в 2008 году, то Путин сразу в тот же день стал премьер-министром. Вот это единственное было исключение. А все остальные, Путин становился президентом и потом некоторое время занимал все это дело. Я вам напомню, что в 2012 году Путин даже в качестве отмазки не поехал к Обаме в Соединенные Штаты Америки на большую восьмерку, потому что он сказал, я формирую правительство, у меня не сформировано правительство. И он тоже там до 20-х часов мая формировал еще правительство в 2012 году. Так что здесь ничего необычного нет. Путин вообще любит потянуть, потому что это возможность поиграть на нервах, там возможность узнать кто чего, потому что они же перезваниваются все между собой, а вот того, а вот сего, там же у них целая игра идет последний месяц, кто, кого, куда и почему. Но самое главное то, что мы сегодня узнали, это то, что все, что нам рассказывал Валерий Дмитриевич Соловей с трупом Путина 26 октября и с всесильным якобы Николаем Патрушевым, который правит двойником и который уже через несколько дней поставит своего сына премьер-министром, все это оказалось фикцией, абсолютной фикцией, потому что Валерий Дмитриевич Соловей нам говорил, очень быстро произойдут изменения, они не произошли даже 9 месяцев спустя или 8 месяцев спустя после того, как он объявил о том, что якобы Путин. То есть это все фигня, там настоящий Путин, нам он нравится, не нравится, это без разницы, но это настоящий Путин. И самое главное, вот понимаете, то, что Валерий Дмитриевич провел эксперимент, такой над всей страной, он сказал, вот нету настоящего Путина, а ему, замечательному профессору пиара и рекламы, ему сказали, а какая разница? Функция президента это не личность, а это функция. И пока есть человек, который удовлетворяет этой функции, в том числе в элитах российских, и я уж не говорю там про иностранные элиты, никакой разницы нету, двойник, это тройник, хоть четверник. И вся эта история сейчас подтвердилась, потому что если бы назначили, вот хоть сейчас, вот драматически назначили бы сына Патрушева, министра сельского хозяйства, премьер-министр, ну вот тогда Соловей бы вышел и сказал, вот видите, я же вам все говорил, вот вы мне не верили, много месяцев издевались надо мной, смеялись надо мной, вот, а вот состоялось, вот, а ничего не состоялось. Там еще Шойгу, по Шойгу остается интрига, останется ли он на своей должности, но говорят, что останется, Сергей Олегович, и выдавали такой прогноз, что, скорее всего, ключевые министерства не останутся за старыми лицами, скажем так. А вот хочу вас спросить, неожиданно как-то в информационном пространстве появилась фамилия Суровикина, что якобы он возвращается в Москву, и что была информация, его могут назначить на должность начальника Генштаба Вооруженных сил Российской Федерации, где он заменит Валерия Герасимова. Потом говорили, что это все неправда, но так или иначе, неспроста наверняка появляется такая информация, что вы в этом думаете? Нет, она неспроста появляется в том смысле, что вы не забываете, что есть огромное количество каналов, в котором нужно собирать хайп. И действительно, накануне, значит, инаугурации и накануне празднования 9 мая любую, любую сплетню, это значит собрать миллион просмотров у материала, который написан, что все, Суровикин заменит Шойгу, или Суровикин заменит Герасимова. Это, во-первых, могло сработать как хайповая операция, но это абсолютный нонсенс, потому что Суровикин с точки зрения Путина является предателем, потому что он поддержал Пригожину. И Суровикину повезло, что его не расстреляли, Суровикину повезло, что его не посадили, но сделать его каким-то начальником, и это абсолютный нонсенс. Путин никого не возвращал никогда ни на какие должности. Вот посмотрите, Рогозин, Рогозин точно так же убрали, но не посадили. И потом его не сделали никаким министром, ни вице-премьером, ничем. Ему дали должность сенатора, и он должен быть счастлив, что его не убили, не посадили в тюрьму, потому что он мог сесть к Тимуру Иванову в соседнюю камеру, и на этом закончилась бы вся его политическая карьера и государственная карьера. А он счастлив, что его хотя бы сделали сенатором. Сенатор – это все-таки неприкосновенность какая-то депутатская и так далее. Так что нет, Суровикин – это абсолютно отыгранная карта. Абсолютно отыгранная карта. Это ничего. И поэтому тут же запустили вот этот фейк, взяли какие-то старые фотографии, все это дело показали. И кто-то на этом поймал свои сотню тысяч просмотров лишних или две сотни тысячи, или миллион просмотров. Ничего другого за этим не стоял. На фоне также о смертельной болезни Кадырова его помощник опубликовал видео, где глава Чечни толкает грузовик, джип какой-то. Там прямо на кадрах видно, как он благодаря своим усилиям сдвигает с места. Видео подписано так. Собаки лают, караван идет. Ну и также 7 мая мы заметили, что Кадыров присутствовал на инаугурации Путина. Симоньян, препагандистка, написала такое о главе Чечни. Здоровье отменное. Проверила вручную бицепс каменный. Зачем эта пиар-компания по реабилитации Кадырова сейчас активно так проводится? Потому что у Кадырова очень много врагов. И Кадырова хотят очень активно похоронить. Вот это настоящая интрига внутри кремлевская. И даже внутри чеченская. Потому что он всех достал. Он всем надоел. И он на самом деле спровоцировал против себя огромную волну. Потому что с историей своего сыночка, который сбивает православного русского паренька, который по глупости взял и сжег экземпляр Корана. Если бы он сжег какой-нибудь по-настоящему старый Коран, который, я не знаю, происходил бы из какой-нибудь арабской страны, до которого кацалась, я не знаю, рука Магомета, еще кого-то, то это было бы понятно. А так он жил копию. Причем копию, кстати, салафистскую, которая считается в Российской Федерации, кстати, неофициальной, не только неофициальной, но даже запрещенной кофе. То есть в этом смысле он не совершил вообще никакого даже религиозного проступка. Но Кадыров решил на этом поиграть. И, значит, вот поиграл со своим сыном, добился нарушения УПК Российской Федерации, чтобы Никиту Журавеля перевели в Чечню. Это является уголовным преступлением. Чтобы его сын избил его в СИЗО, это является уголовным преступлением. И дальше хвастался этим перед мусульманскими республиками. И они его обвешали, этого пацана Сапливого, незаслуженными наградами, что на самом деле дезавуировало стоимость этих наград. Потому что когда вы вешаете незаслуженную награду на елочку, которую зовут Адам Кадыров, то награда перестает быть наградой. У Путина, кстати, то самое. Потому что Путин практически девальвировал все награды российские. Теперь героев России раздают каждому поросенку, который перенес, пересох линию границы между Луганском и Донецком. Ну и так далее и тому подобное. Кадыров живет к тому же еще, не только в Кремлевском зоопарке, но он живет в первобытном общинном строе. Первобытно общинный строй в Чечне. Родоплеменной первобытно общинный строй. Вот посмотрите, учебники истории советской. Это вот когда люди там в шкурах бегают там с копьями на мамонтов и так далее. Или вот там индейцы на американском континенте. То есть, грубо говоря, это самая низшая форма социально-государственной организации. Социальная организация, даже не государственная организация. Первобытно общинный строй. И в этом первобытно общинном строе, родоплеменном строе, все строится на твоей силе. Другого в те времена не было. То есть, сейчас у тебя, если есть технология, то ты сильнее, чем человек, у которого есть просто глупая сила. То есть, грубо говоря, Стив Джобс или там какой-нибудь Илон Маск, он является более властным человеком, обладающим большим потенциалом и большим ресурсом власти, чем любой борец ММА. А вот у Кадырова первобытно общинный строй. И поэтому там все как вот в борьбе ММА. Ты чемпион, ты тогда, значит, главный предводитель. А как только тебя, значит, побороли, все, ты перестаешь быть руководителем, потому что в первобытно общинном строе только самый сильный является самым главным. Вот. И Кадырову постоянно надо доказывать, что он самый сильный. У него реально есть проблемы со здоровьем. Насколько они смертельны. Вы знаете, по этому поводу я все время говорю, даже там, когда про Путина Соловей нам рассказывал, что он там болен неизлечимым раком. Вот я все время рассказываю про Францию, где Метерану в 81 году, когда он пришел к власти, рассказали, что у него рак. Он с ним правил 17 лет, без всяких проблем. 14 лет. Два срока по 7 лет. Вот. Так что, в общем, болезнями вообще все старые люди, все, кому старше, там, 65 лет, у них у всех есть болезнь. И у всех более-менее серьезные болезни. И вообще кто-то там из философов или писателей сказал, что жизнь вообще это процесс смертности. То есть она заканчивается. Жизнь – это болезнь, которая заканчивается смертью. Да, то есть мы все умрем, к сожалению, для нас. Вот. И, к счастью, для планеты Земля. Потому что если бы все жили без смерти, то мы бы давно уже съели бы эту планету и все ее ресурсы. Вот. И Кадырову поэтому надо постоянно доказывать, что он еще дееспособный, что он может там что-то делать. И поскольку он живет в первобытном общинном строе, то ему доказывать надо не головой, он же там каким-то является академиком чего-то, да. Вот бы он вышел, там, я не знаю, там, доклад бы какой-то написал интересный, книжку какую-нибудь издал бы. Да нет, у него головы-то нет никакой. Поэтому ему приходится толкать вот эти, значит, внедорожники и доказывать, что у него есть какая-то сила. А Маргарите Симоняну заплатил просто деньги. Она же проститутка. Ей вот кто заплатит, то она вам и сделает, тому она и сделает. Он ей заплатил баксы, реально там, миллион баксов, или два миллиона, или пять миллионов, или десять миллионов баксов за то, чтобы эта проститутка ему сказала, что у него стальные мускулы. Вот и все. Все очень просто. Элементарно все. Спасибо вам огромное, Сергей Олегович, за этот разговор. Сергей Жирнов, специалист международных видностей, а спецслужб, колишний старший офицер службы зовнішньої розвитки КДБ СРСР та Росії, з нами был на связку. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры сделал DimaTorzok